Роман 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 Расследование проводят. Разбился здесь один самолет. Нужны данные о разлете осколков. Носовую часть самолета нашли в квадрате B1-4. Судя по всему, самолет потерпел крушение в районе самой высокой точки острова. Мне нужно облазить все окрестности и пометить мне на карте места, где я найду обломки. В общем, вот так вот. Задание, ребятки, это называется скворник зона разлета. Ну вот, видите, тут надо найти все эти элементы. Дал мне уже подсказку А2-4. Ну, конечно же, я воспользуюсь сайтом силовики. Опыт 400 тысяч, ну, с учетом премиума 800 тысяч. Побегать придется, ребятки, по всему острову. А2-4. Первая наводка. Это у нас вообще на севере, ребятки. О, где это? А2-4. Вот где-то здесь. В общем, придется бегать. Я сейчас посмотрю на сайте, да, где эти обломки. И буду, по мере того, как я буду путешествовать по этому острову, буду включать запись и показывать, где я эти обломки найду. В общем, вот так. Задание скворник зона разлета. Так, ну что же, начинаем искать обломки самолета. Я на СОВике, ребятки, уже посмотрел, где эти обломки находятся. Знаю, куда бежать. Вот, кстати, впереди один из обломков. Сейчас посмотрим, надо ли тыкать или просто подойти. Часть самолета. Одна из деталей обнаружена. Нет, надо было тыкнуть, я на шестереночку нажал. Так, у меня уже холодом долбает. Смотрите, вот, восклицательный знак я поставил, значит, где портовый кладовщик Артем. Значит, первое место вот здесь. Вот я сюда сходил. Дальше пойдем вот сюда, 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 потом вот сюда. Но прежде чем сюда идти, вот здесь точку респа надо будет взять. Поэтому я пока вот эти вот места посещаю. Значит, первый обломок вот здесь. Так, сейчас обратно идем к кладовщику. Вот там, кстати, подальше ходит... Должен ходить белый медведь на берегу. Ну, а тут это, тут поле аномалий. Короче, сейчас, ладно, не до медведя, сейчас надо мне успеть добраться до кладовщика уже, видите, обморожение за сотню. Бегу обратно. Так, второе место, вот, вот я где стою. Ну, вот тут, а ну, как бы, может тут запавниться, тут, 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 ну, вот так вот. Вот я сейчас стою вот здесь, от порта. Раз, 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 и вот сюда, и вон внизу, вот волки. Кстати, я так понял, что расположены они так, что, знаете, это билет в один конец. То есть, вот вы подбираете, и потом можно помирать. Так, одна из деталей обнаружена. В принципе, можно добежать назад, но, знаете... Волки плюс... Аномалии. Так, вот это вторая часть. Я не знаю, сейчас обратно бежать, или вот сразу сюда на четвертый пункт. А там помереть уж. Побежал я сразу вот туда, а там помру. 144 обморожения, сейчас уже буду подыхать. Как бы, ну, получается, что билет в один конец, то есть, не успеваете вы туда и обратно вернуться. Ну, вот тут поблизости можно успеть, а вот эти, видите, далеко расположены. Тут, наверное, как я сказал, билет в один конец, только до туда добежать, тыкнуть и помереть. Бегу туда. Так, знаете, ребятки, лучше пользоваться биноклем. Залазите на горку и смотрите. Сейчас я добегу и тыкну. Уже у меня обморожение офигенное. Как еще тут аномалии эти натыканы, знаете, блин, вот, натычут их. Их не видно, они так приглядываться приходится. Так, вот, шасси. Все. Показываю, где. Вот. Это не значит, что метка вот тут. Оно вот тут может вот тут, вот тут, вот тут. То есть плюс-минус 100 метров. Вот. Так, это мы сделали. Ну все, можно подыхать. Следующие метки пойдем. Еще одно место нашел. Блин, знаете, эти аномалии... Они, конечно, второе место после обморожения. Их не видно, блин. Вон она лежит, смотри, где. Я на карте, вот под Б4, вот. Бинокль нужен тут, знаете, без бинокля. Я в бинокль смотрю. Вот тут. Запад часть лежит. Не знаю, какая-то труба. Часть самолета найдена. Все. Так, ну сейчас мы здесь придем вот сюда. Вот побегаю. Вот там какой-то стоит. Блин, тут кругом аномалии эти. Там это. Отдохнем. Да, перед тем, как это задание, ребятки, выполнять, я тоже рекомендую вам вот так вот зайти на SEO-вики, на страницу с этим заданием. Отметить вот как я сделал. Вот так вот, попросительными знаками. И также на своей карте отметить места, где можно разжигать костры здесь. Тоже это будет удобно, потому что, ну вот, чтобы уже на вашей карте это было. Потому что, ну так, без костров тут тяжело. Вот видите, я только сюда добежал, у меня уже за сотню. А одежда у меня, ну вся топовая. То есть, весь зимний сет, кроме бекеша, полушубка бекеша, у меня все топовое. И то, видите, как долбает. Так, я сейчас вот сюда забегу, а потом вот к этому костру пойду в Грецию. Да, и костры с собой надо носить, конечно. Так, вот здесь, кстати, костер. Тут костюм нельзя разводить. Здесь хоть это, мороз не долбает. А, вон там есть огонь, сейчас отогреешь. Вон тут какие-то типы. Доцент Побегайло, Удмурта. Не задание, кстати, дают какие-нибудь. Ты по делу или так ланяешься. Ладно, да не гайдавай. А, ты? Химию. А, химию он продает. Ацетон. Очки торговли, порт северный. Серная кислота. Ой, вон где серная кислота продается. Но очков дофига надо. Серную кислоту лучше добывать. Вот я видео снял. Посмотрите, у плевка. Остров Южный. Там у плевка ему приносишь щит. Бета, по-моему. Стаб бета. А они тут, ну не на каждом углу, но вот по этим аномалиям бегаешь. По эти щиты только так попадаются. Вот стабов я тут не видел. Стаб покупать с доски. А щиты тут и гамма я на собирал, и бета собирал. Так что у плевка приносишь ему там щит бета. Стаб бета и 4 серной кислоты он дает. Ну, посмотрите видеоролик. У меня есть по острову Южный. Ну вот, о, раствор гипотарина тоже где-то, ну, перекись водорода тоже где-то мне не нужно было. Ну вот это химия, видите? Тоже немножко не понимаю. Ну, раз вы воткнули NPC, а чё, почему вот квесты не сделать тут? Квестов мало, хотя локации. Так, я здесь отогрелся, и сейчас побегу вот в это место. Номер 5. А потом обратно сюда, наверное. Или нет, или может быть вот сюда. Тут точки резко, по-моему, нет, да? Точку возрождения тут не взял. Нет. Так что если я помру, меня к порту откатят. Ладно, сейчас посмотрим, как лучше поступить. Вот здесь вот есть костюм. Сейчас, короче, я вот сюда добегу. Потом я не знаю, как у меня тут, видите, справа две детали. Наверное, вот сперва я правые сделаю. Вот это. Потом вот это. А потом, не знаю, или помереть, или бежать обратно сюда, или вот к этому косту. Ладно, сейчас посмотрим. На пятую точку кубику. Так, кажись, нашел. Вон там что-то лежит. Задача еще усложняется тем, что сделано 4 места, где эти части могут заспавлиться, появиться, то есть. Не так, что оно в одном месте. Вот вы мой ролик будете смотреть, это не значит, что вот оно будет лежать здесь. Оно там плюс-минус дистанция. Вот видите, оно может вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Сейчас самолета берем. Так, ну у меня обморожение сотенка. Я не знаю, вот дотуда я добегу. Или идти к костру греться. Или ладно, давайте я сейчас дотуда добегу, и там сдохну. Потому что так, ну неудобно. Обратно сейчас греться у костра, потом опять туда бежать. Геморройно это все. Ну, по мне так с обморожением за это, ну, намудрили, неправильно сделали. Вон какой-то игрок бегает, кингсвен. Потому что, ну вот, я просто беру примеры, как в других играх сделано. Обморожение долбает... Вот, по-моему, да, в Атлас. Ну вот, возьмем пример с Атласа. Игра Атласа. У меня плейлист есть, кто не смотрел. Есть у меня такой. То есть, зимний регион. Если ты в летней одежде или без одежды, то холодно, ты замерзаешь. Но если ты одеваешь теплую одежду, то ты уже не замерзаешь. У тебя теплая одежда. Ты способен передвигаться. А, ну и Conan Exiles возьмем. Там такая же система. И жаркий климат тоже. Если, например, ты в теплой одежде, тебе жарко. Ты от жары будешь потеть, помирать. Одеваешь летнюю одежду, тогда тебе комфортно. То есть, в нормальных играх сделаны вот так, с соответствующей одеждой, и тогда у тебя все нормально. То есть, в зимнем регионе ты в теплой одежде не мерзнешь. В летнем регионе, где жара. А, ну вот еще раз возьмем игру. Ту же самую. Так же. То есть, да, если ты без одежды в зимнем регионе, ты мерзнешь. Но если ты оделся тепло, то ты не мерзнешь. Вот в нормальных играх так сделано. А вот это вот опять-таки единственная игра, где вот это ненормально сделано. То есть, ну я считаю, это неправильно. Если ты пришел сюда голый Да, ты бегаешь, мерзнешь От костра к костру Но, блин, если ты оделся в теплую одежду На тебе все теплое И ты все равно мерзнешь По-моему, это неправильно Так, вот часть самолета Смотрите, вот он Здесь Так, сейчас тыкнуть нам Есть Так, ну что, у меня обморожение 150 Не знаю, вот до этого костра добежим А мне к тому костру нафиг бежать Мне если бежать, то мне надо бежать вот сюда Или, наверное, помереть Ну, давайте попробуем добежать Вот там, на высоте Место, где можно костер поставить Так, и потом к следующей отметке Идем вот к этой, 7 Задание это, ребятки Не из легких Без костров Не добежать Так, я вот сейчас в этой пещере стою Сейчас вот этих обломков А там, не знаю, помирать Наверное Отсюда потом На прямке бежать Тут точку рез побрать Или вот это место искать Не знаю Пошли Здесь пещера Я думал, костер Ну, так Как обычно это бывает Здесь на локации А это нет, оказывается, надо было в пещеру заходить Поняли? Вот тут такая пещера А я там по верху бегал Не нашел Так, ладно, давайте обломки Хоть бы флажок какой-то поставили Чтобы издалека можно было увидеть Что тут пещера А то вот Кто первый раз идет Да, только откуда он знает Так Обломки Наверное, сейчас я тут обломки возьму И побегу на точку возрождения На севере А потом уже мы обратно пойдем Потому что Бегать искать следующее место Кострище Блин, это Опять подохну Опять меня откатят далеко Бинокль Вот это обломки, да Ну вот, смотрите, где я Вот тут пещера была Кстати, слышите звук? Треск деревьев Деревьев нет, а треска есть Такой же треск в окрестностях Любичи стоит Когда мимо деревьев некоторых Пробегаешь Да как они меня достали Вот эти вот невидимые аномалии Это, блин, знаете, такое раздражающая факт Здесь невозможно бегать медленно И кидать перед собой камень Потому что обморожение долбает Здесь приходится бегать на спринте А бежишь на спринте И вляпываешься вот в эти вот аномалии Так Турбина самолета А на нее тыкать не надо Да, она уже сама у меня Нашлась Все понял Так, ну что Вот этот костер или искать Или бежать до точки резпы Давайте, наверное, сейчас до точки резпы Уже побежим Ну нафиг Помирать надоело Вот они, видите, вот не видно И вот так вот бежать Камешек кидать, как на караване Ну, блин От обморожения сдохнешь Здесь вот только на спринте бегать Аномалии В них вляпываешься Так Как мне сейчас Ага, ага, ага Я вот это сейчас Обойду гору Прямо бегу сейчас до точки возрождения А потом назад вернусь Потому что Сюда далеко бежать, блин От южного кладовщика Если я добегу Вот точка возрождения Вот здесь был Так Ёлы-палы Мне реально достал Ой, у меня этих нету Бинтов Офигеть Все, ребят Кихана Сейчас помирать надо Бинтов-то нет Ну, какой-то игрок Ладно, пока запись приостановлю Офигеть, ребятки И аномалии И волки А вон кабина, видите? Вот она кабина Ну, тыкнуть-то я ее тыкну А вот до точки возрождения Я не знаю, добегу Нет Носовая часть самолета Пора сообщить ученому По фамилии Скворник Все, ребятки Можно возвращаться Так, ну я уже тут Недалеко до точки возрождения Сейчас добегу до туда У Скворника Продолжу Все Остатки самолета Я нашел Так, прибыл я к Скворнику У которого брал это задание На научной станции Давайте сдавать Все пожаловал Я нашел 8 обломков Спрашивает Знаком ли мне человек По имени Арсен Волкинжопас Да, вот так Он находится Где-то в районе Тунгуски База закат Ага Сеня сапожников На, знаю Я там выполнял Задание Теория происхождения жизни Так Сторож северных Должен 500 тысяч Он заплатил Так, посмотрим Что я получил Задание выполнено Разлета Так, так, так Репутация 786 тысяч Единиц опыта Я получил Так И задание Долг Сторожа северных Границ Давайте посмотрим Так, что Это у нас Он сказал На Тунгус Куда Вот Продолжение Есть, ребятки И в качестве Награды Я получу Уже Полмиллиона Денег И опыт Будет 160 тысяч База Закат Прибыть туда Ну и получить 500 тысяч Все, а это Задание Зона разлета Выполнена Ну давайте Я сейчас Сразу покажу Где эта База Закат Я уже Этот момент Снимать не буду Потому что Пока я тут По новой земле Бегаю На Тунгус Наверное Не скоро Я приду А вот она Сразу Видите База Закат Так Давайте Чтобы было Проще ориентироваться Поселок Радиус Здесь Здесь Гаус Переходник Как он там Ваня Ад Из Везувия Сюда И южнее Вот она База Закат Здесь NPC появляется Вот этот Сеня Сапожников Периодически Не все время Он тут стоит А периодически Появляется И он кстати Дает мне Выдавал задание Теория происхождения Жизни Тут нужно По веткам Что-либо А Образцы Надо было В озере Собирать Вот Видите У меня Тут все Отмечено С 2015 Года Видите У меня Метки Все Рабочие Вот Видите Образец 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 Это многоразовое Задание У меня В плейлисте По игре Сталкер Онлайн Этот Видеоролик Есть Он так И называется Теория происхождения Жизни Сталкер Онлайн Берется Вот здесь На базе Закат Ну Буду На Тунгуске Схожу Сюда Сдам Вот это Задание Я думаю Это уже Финал Получу Полмиллиона Вот так Все На этом Видео Заканчиваю Где Найти Обломки Самолета Искал Показал Два Вот Ну Вот эти Все моменты Я вам показал Все Ребятки Благодарю за Внимание До новых Встреч Увидимся В зоне Всем пока